Николай Свечин. Завещание Аввакума. Происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей. Я знал Санкт-Петербург, Москву, но мне еще не ведом был Нижний Новгород. А можно ли жить, не повидав Нижнего Новгорода? Теофиль Готье. Глава первая. Мертвое тело. Как известно, в Российской империи три столицы. Сановный Петербург, первопрестольная старушка Москва и нерусская, почти европейская Варшава. Но есть и еще одна столица, четвертая, которая становится таковой лишь на полтора месяца в году, с 15 июля по 25 августа. Это Нижний Новгород. Красавецград у слияния Оки и Волги. Город делает ярмарка. Знаменитая, самая большая в мире по оборотам, самая населенная, самая шумная. Нигде такой больше нет. На эти полтора месяца население Нижнего Новгорода увеличивается в 10 раз. За сезон по торговым рядам проходит более 5 миллионов человек, при коренном населении города в 45 тысяч. То-то раздолье. Алексей Лыков встал, как обычно, в 7, наскоро попил чаю, сделал силовую гимнастику, надел статское, почти уже привык, и побежал на службу. Жил он на Благовещенской улице, под монастырем, аккуратно против ярмарки, на правом берегу Оки. Втроем с матушкой и сестрой они снимали скромную четырехкомнатную квартиру в доходном доме купца Медведева. Алексей служил вот уже четвертый месяц помощником квартального надзирателя в Макаревской части, в той самой, куда входит ярмарка вместе с Кунавиным. Путь Лыкову на ярмарку лежал через Плашкоутный мост на другой берег Оки, где уже приготовили для торжественного открытия торгов арку и флачные башни. Завтра же, 15 июля 1879 года, ярмарка откроется в 62-й раз. Алексей Манежным-Галопом, как выражался покойный батюшка, пересек на плавной мост, свернул налево, по длинной Александроневской улице добрался до главного дома и, не мешкая, прошел в правый флигель, где помещалась полицейская часть. Успел за 10 минут до развода, поздоровался с непосредственным начальником, квартальным надзирателем чистого восьмого квартала Ничепоруковым, с остальными девятиквартальными их помощниками, с искным надзирателем Макаревской части Иваном Ивановичем Здобновым, покровителем и наставником, и стал во фрунт перед клеенчатой дверью кабинета пристава. Сам пристав Львов задерживался с выходом, о чем-то секретничал с прибывшим начальством. Скоро туда вызвали и Ивана Ивановича. Остальные полицейские, числом более 50, толпились в просторном приемном зале Макаревской части, лениво переругиваясь и пересмеиваясь друг с другом. Лыков заметил, что все три помощника пристава, два из них, конечно, временные, на период ярмарки, мнутся у дверей начальства, и вид у них сконфуженный, не позвали. Что ж там за тайны такие? Но вот дверь открылась, кто-то изнутри поманил пальцем постоянного помощника пристава, тот зашел и тотчас вышел, скомандовав, «К разводу становись, равняйсь, смирно!» Сразу же появился частный пристав, натягивая перчатки, козырнул по-военному небрежно, «Вольно! Слушай инструкцию!» Завтра ярмарка. Купцы и негацианты съезжаются, товары все уже свезены, власти, таможня, банк, больница, полиция, все подготовлено. Начинается наша полуторамесячная баталия. Спать будет некогда. Его превосходительство господин губернатор изволил вчера собрать совещание по вопросу охранения порядка на ярмарке. Нам с господином полицмейстером указано на вид, что в прошлом годе действиями полиции и особенно нашей Макаревской части были серьезно недовольны. Пять нераскрытых убийств, пристав поднял вверх указательный палец, обтянутый белой лайкой, более сорока грабежей, тридцать две кражи со взломом и, он сверился по бумажке, более ста покушений на личность. Сделав значительную паузу и обведя всех строгим взглядом, пристав продолжил. Нижегородская ярмарка, как магнит, притягивает сброд со всех концов империи и даже из-за ее пределов. Субтитры создавал DimaTorzok